С вами снова летний эфир в студии Власи Сергеев. Далее мы будем говорить о футболе, тем более у нас есть замечательный повод. Сегодня, 22 августа, в день флага Российской Федерации, мы с большой радостью и гордостью сообщаем вам о том, что впервые в истории якутского спорта наш земляк был вызван в национальную сборную России по большому футболу. Счастливой возможностью защищать цвета России была представлена 15-летнему Никите Афурину, который в данный момент занимается в Академии футбольного клуба «Краснодар» из одноименного города. И у нас сегодня в студии люди, которые открыли путь в большой футбол Никите. У нас в гостях Василий Ивочкин, первый тренер Никиты и главный тренер детской футбольной команды «Пульс». А также у нас в студии Анатолий Самков, старший тренер сборной команды города Якутска по футболу. Здравствуйте. Ну что ж, и первый вопрос, Василий, к вам. Что же чувствует тренер, который открыл путь юноши в большой футбол? Какие чувства, эмоции? Очень приятно, что это наш воспитанник именно якутского футбола. Мне приятно вдвойне, что он уроженец нашего микрорайона Марха и начинал у нас первые шаги именно в футбольной команде именно Мархинского нашего района, где в основном были мальчишки, его ровесники, скажем, соседи, друзья или ребят по району, с которыми он общался и с которых сформировалась наша команда. И вот результатом этой работы, истечения, скажем, обстоятельств, удачи, непременного его здоровья, что все обошлось вот так, в Бестерам, большой помощи родителей, поддержки, конечно, и он получил вызов в юношескую сборную, в которой, я надеюсь, он закрепится, потому что уже игроком основного состава Академии Краснодара он стал. Теперь, как говорится, это еще дополнительный шаг ему вперед для того, чтобы прогрессировать, и мы надеемся, что он станет профессиональным настоящим футболистом. Ну, я думаю, все любители якутского спорта безмерно рады за вас, за Никиту Фурина, конечно же. Ну, если говорить о значимости этого вызова в сборную, Анатолий Михайлович, скажите, какова же значимость вот для именно якутского футбола? Ну, это первая ласточка для якутского футбола, что наш ребенок попал в сборную России, да. Значит, молодые ребята, которые занимаются в детской спортивной школе, будут уверены, что если будут показывать хорошие результаты, да, потом где-то их пригласят в какую-то команду, в Краснодар или в Чертаново, в Москву, да, есть шанс тоже попасть в сборную России. То, как говорят, о, там окраина, да, нет перспективных ребят, только все футболисты в Москве воспитываются, да. Это показало, что при хорошей работе первого тренера можно подготовить ребенка для сборной России. Мне тоже очень приятно, что, наконец-то, с якутской не только в борьбе или в боксе есть спортсмены сборной России, но и в футболе есть тоже спортсмены сборной России. Ну, футбол является очень массовым видом спорта у нас в республике. Футбол очень любят, занимается действительно большое количество детей, которые вот мечтают именно повторить путь Никиты, да, получается. Ну, путь нашего вот героя сегодняшнего начинался в 2015-м, ну, именно когда вот серьезный он о себе серьезно сказал. В 2015-м мархинская команда «Пульс» выехала на всероссийские соревнования «Кожаный мяч». И тогда вот команда Василия выиграла, уверенно, дойдя до финала. И, если я не ошибаюсь, вы там выиграли хозяев, да, турнира? Выиграли. Команду Воронежской области. И, как я знаю, именно тогда заметили Никиту. Вот, Василий, расскажите, как это все случилось, как на вас вышли и как поступило предложение? Ну, Никиту заметили и там, и до этого он неплохо играл, да. Но основная, конечно, заслуга в том, что он попал в команду в «Кокраснодар», да, это родители. Потому что Никита поставил себе задачу попасть в настоящую профессиональную команду, а не пройдя через, скажем, такую сильную академию, это сделать очень сложно. Первой ласточкой у нас в этом направлении был Артем Соколов, который был одноклубником Никиты. Он чуть нагадого постарше, но они всегда играли вместе. Вот он у нас уехал первый самый в футбольную школу Чертанова, в очень сильную команду, да. Она тоже поставщик, скажем так, игроков сборной России. Вот сейчас Артем у нас тоже первый из наших воспитанников вообще якутских детей, который играет за сборную Москвы. Они вышли в полуфинал практически сейчас. И у них очень хорошие шансы именно завоевать первое место. Возможно, у нас будет еще чемпион России, поэтому мы заранее не говорим, держим за него кулачки, надеемся. И вот Никита, естественно, посмотрев на Артема, что он там стал лидером в команде, сразу же он причем заиграл. А по уровню они примерно игроки, скажем так, достаточно сильные. Ну, ребятишки сами себе знают, что, да, кто у них чуть сильнее, кто чуть слабее. И все время я им об этом говорил и видел в них это. И родители, конечно, помогали, поддерживали. И вот родители его возили. У него именно с Краснодаром была очень долгая эпопея, потому что они ездили один раз на просмотр. Он, по-моему, еще перед кожаным мечом, если я точно не буду помнить, что события все так перемешались. Его посмотрели, отправили домой, сказали, мы тебе позвоним. То есть не с первого раза получили? Ну, конечно, он очень долго стремился к своей мечте, скажем так. Второй раз он уже поехал после кожаного меча, когда мы выиграли. Его посмотрели, опять отправили домой. И вот уже после Нового года, в феврале месяце, все-таки пришел к нему вызов. И месяц с мамой, по-моему, он поехал туда. И все там осталось. И вот там уже он сейчас получается уже ровно полтора года. За это время он прошел, получается, из игрока Краснодар-2. Но там у них как бы они все вместе. Краснодар-1, Краснодар-2. Общая группа игроков. Будучи, придя новичком, он, конечно, сначала во втором Краснодаре начинал, потом в первый перебрался, закрепился в основном составе. И вот сейчас он получил вызов в сборную России. Причем он является один всего лишь из четырех игроков. Как бы это, я думаю, значимо. Причем Никита играет на позиции защитника. Это значимо вдвойне, потому что, сами понимаете, да, что всегда на виду нападающие. Игроки атакующего в банку. Да, у защитники. И вратари чуть реже, потому что все-таки вратари могут себя показать сейвы. Защитники, они менее заметны. Поэтому, я думаю, все-таки что-то в нем вот Дмитрий Хамуха, главный тренер юношески сборной, разглядел. Его, я думаю, что все-таки потенциал его такой глубокий. И он получил приглашение в сборную. Хотя сам по себе Никита является очень скромным. Я как бы всегда ему говорю, Никита, тебе не хватает наглости. Вот он очень скромный, но на поле, конечно, он боец. В жизни довольно такой, скажем, мальчишка культурный. Скажем, негромкий, как обычно, да, дети говорят. И я же сказал, даже стеснительный. Вот ему чуть-чуть надо прибавить, я думаю, в игровой такой наглости. И надеемся, что все-таки он закрепится и станет игроком России, сборной России. Ну вот упорство и целеустремленность, как говорится, принесли свои плоды. И сегодня, благодаря этому упорству, Никита выйдет в составе сборной России в рамках турнира «Звездный путь» памяти олимпийского чемпиона Валентина Иванова. Этот турнир проходит в Москве. Сегодня в час ночи по якутскому времени у Никиты будет возможность выйти в стартовом составе. Что об этом думаете и какие прогнозы? Ну, я думаю, что у них одна уже прикидка была, но они играли со сборной России 2001 года, да. Ну, естественно, они проиграли мальчишки на год матч, проиграли 3-1. Хомуха выпустил его во втором тайме. Я сам игру не видел, потому что, естественно, мы находились в этот момент здесь, но там были мои друзья и знакомые, которые видели игру, вот эту игру. Никита, выйдя во втором тайме, он, по сути, бровку всю закрыл и сыграл достаточно надежно, то есть ошибок он не допустил. Хотя перед этим, вот, играющий на его позиции, значит, его партнер по команде, он ошибался. Ну, конечно, это их мнение, но я ему доверяю, поэтому я думаю, сейчас Хомуха прикинет, значит, все вот эти составляющие своей командной игры. Я думаю, все-таки, я надеюсь, что он выйдет в стартовом составе, очень бы хотелось, и я думаю, тем самым это придаст ему уверенности. Вот ему надо самое первое, но первое, что ему надо, это главное, чтобы он верил в свои силы. Да, надеемся, этой ночью мы получим хорошие вести с Москвы. Ну, давайте характеризуем Никиту как спортсмена и человека. Анатолий Михайлович, мы знаем то, что этим летом приезжал Никита в Якутск и успел поиграть в вашей команде в рамках... Первенства города. Первенства города, да. Как вы думаете, что вы думаете о нем, как о спортсмене, как о человеке? Ну, вообще-то он у нас вышел играть впереди, нападающего, да. Я его вот давно не видел. Скоростной парень, все, движение, мяч принимает. Очень приятное впечатление оставил. Мы победили, он два гола забил. Я вот с Василием Викторовичем сегодня разговаривал. Где он, полузащитник или впереди? Да нет, защитник. Я говорю, а у нас впереди сыграл. Вообще, нормально, компанентские, как пообщались, хорошее впечатление оставило. Я хочу пожелать, чтобы удачно влился в сборную России, да. Закрепился в сборной России, да. Это будет для всех стимул, еще раз говорю, ребят из Якутии, что надо стремиться доказывать, что у нас в республике можно развивать футбол. Есть все условия. Манеж есть, зала есть. Только работать, работать, еще раз работать. Ну и что, думаю, первый тренер Никиты по этому поводу, как охарактеризуете своего подопечного? Никиту я бы мог охарактеризовать, знаете, вот одним словом просто не скажешь, да, потому что хочется сказать очень много. Я говорю, он очень скромный, что мне у него всегда нравилось. У него был определенный период времени, когда он очень сильно прибавил, прям очень сильно. И вот в республике, наверное, на тот момент, это, наверное, было года два с половиной назад, может быть. Сейчас просто вот точно не могу сказать. Он прям прибавил на глазах, как-то за одно время, вот за лето, что ли, он стал расти. И не было ему равных просто. Он был сильнее всех на голову. Но при всем при этом он оставался очень скромным. И был таким, знаете, настоящим капитаном, лидером команды. То есть он всегда мог подсказать, всегда мог чем-то помочь. Всегда интересовался, как вообще общаются и живут его друзья. Потом на него равнялись очень многие. Сейчас равняется тем более, да, уж тем более сейчас. А тогда, естественно, он был тем самым вожаком, лидером, который вел за собой команду. Потому что, я говорю, у нас долгое время как бы лидировал Артем Соколов. И вот они, маленькая Никитка держался чуть в тени. Когда Артем уехал, и вот это бремя лидерства на себя взвалил Никита. И с уходом такого сильного игрока наша команда даже хуже сыграть не стала. Она играла, скажем так, вот все наши детские турниры, которые мы проводили здесь в республике у нас. Мы, ну, по сути, мы всех выиграли. Они чемпионами республики встали по мини-футболу. Мы тогда обыграли там всех практически на одной ноге. Там нам даже никто конкуренцию составить не смог в тот момент. Чтобы у нас хорошая команда была, именно коллектив. И вот Никита был, скажем так, фундаментом той самой команды. Потому что команда держалась прямо на нем. И я очень рад, что так у него все происходит в жизни. Я думаю, это только первые его шаги. И вот эта скромность, и какая-то внутренняя интеллигентность, она ему все-таки и помогает, наверное, с одной стороны. И, наверное, я думаю, где-то она ему, может быть, и мешает, потому что... Да, Василий, мы продолжим разговор о Никите. Пошли небольшой рекламы. Не переключайтесь. Летний эфир продолжается. Сегодня мы говорим о герое, который заслужил право защищать цвета национальной сборной России, о Никите Фурине. Ну что же, Василий, продолжая беседу о Никите, отметим то, что он уже сегодня, будучи 15-летним юношей, уже добился впечатляющего результата. Он исполнил мечту миллионов детей, попал в сборную страны. Как оценить? Это больше заслуга его трудолюбия, или же это все достигнуто благодаря таланту? Никита талантливый мальчик, да, это без сомнения. Но я все-таки думаю, что там очень-очень большую роль сыграло его трудолюбие и желание. Потому что одного таланта мало. Если вот так вот сравнивать, даже в городе Якутске были мальчишки примерно с ним одинакового уровня, вот на тот момент, когда они пришли ребятишками, да. Мы видим, он настолько, он жил вот этой игрой, вот этим желанием, что действительно стать футболистом. И отрабатывал на тренировках, пахал, стремился к своей цели. И я думаю, что те способности, данные, не знаю, от мамы с папой, может быть, или Боженька так сказал, что мальчишка, ты будешь таким. И его огромное трудолюбие и желание сыграли ту самую важную роль, когда он, скажем так, вышел на такой новый уровень своего детского, скажем, футбольного пути. Ну, этот путь может повторить сейчас практически любой ребенок, да, у нас в республике, в Якутске есть условия. В одном Якутске, например, очень много соревнований проводится среди детей, но главным из них, наверное, является все-таки вот детская лига, да. А для телезрителей отметим то, что это соревнование, которое длится месяцами, и тем самым ребенок получает больше игровой практики. Вот, Анатолий Михайлович, вот, каковы вот шансы других детей и повторить путь Никиты до сборной? Мы с Василием Викторовичем вместе организовали эту детскую лигу, да. Ну, и другие тренера помогают нам. Ну, в основном мы с ним ведем эту лигу. В прошлом году зимой играли пятый, шестой, седьмой, восьмой. Три возраста играла. Это на регулярной основе. С декабря по апрель месяц. Ребята каждое воскресенье собирались. Ну, где-то, когда карантин был, отменяли эти игры. Ребята собирались, общались, играли. И мы вот своим так опытным взглядом видим, что есть много хороших ребят в командах. Ну, это, чтобы они дальше развивались. Тут много есть, как говорится, вот, талант, трудолюбие, да. Еще везение, да. Чтобы где-то поехал на соревнования, тренер на него обратил внимание. Вот какой-то сделал неординарный фент, вот. Наш неординарный мысль, надо его приглашать. Это вот все складывается, да. И получается хороший игрок. Ну, нам, мы варимся своей кашей, да. Вот Василий Викторович сказал, что ездил на кожаный мяч. Мы тоже вот в этом году должны были ехать на кожаный мяч, но никто не помог в финансовом плане. Родители, ну, не получилось у нас. Значит, кого-то не заметили. Мы ехали в Краснодар, кого-то не заметили. А если поехали, гляди, кто-то попал. Потому что есть наметка, что наш вратарь, вот, поедет в футбольную школу, тоже в Краснодар, да. Пришел вызов, да, в октябре месяце. Так что, благодаря вот этой детской лиге, все ребята, вот, города Якутска у нас на виду. Но вот под эту детскую лигу, да, не знаю, найти каких-то спонсоров или что, чтобы получалось, ну, финансирование, что мы могли выехать на Дальний Восток, на Россию, да. Знают, что в Якутске много проводится соревнований, много приглашают раздавать, участвовать в турнирах, да. Но родители, не все родители могут оплатить эту поездку. Да, действительно, к сожалению, финансовые проблемы, они имеют места быть. Но, надеемся, что, вот, лига, да, регулярно, она станет трамплином для множества, вот, вот, якорских любимителей футбола. Василий Викторович, как часто вы общаетесь со своим уже бывшим подопечным? Что он рассказывает, вот, после переезда в Краснодар и вот, и после того, как попал в сборную? Мы с ним переписываемся, ну, я вот недавно их пригласил специально, позвал на тренировку, чтобы они пришли к нам в Дахсун, когда они приезжали к родителям домой. И маленько, так скажем, их чуть-чуть поругал, говорю, совсем мало. Мы созваниваемся с вами, потому что они, видимо, всеми мыслями там в своих новых клубах, в своей новой жизни, в этих спортивных каких-то там состязаниях. Но переписываемся мы постоянно. Они, ребят такие, скажем, и Никита в том числе, немногословные, скажем, такие прямо большие сообщения не пишем, но четко по делу, результат, как сыграли, как там, как учеба, как здоровье, все. Поэтому стараюсь все время быть в курсе всех событий, но иногда, конечно, вот они не всегда мне говорят, вот как с этим вызовом тоже, потому что, говорю, футболисты люди суеверные, даже мальчишки, да, и вот они хотят сначала закрепиться, чтобы потом узнать. Но я думаю, что если человек попал, юноша попал в юношевскую сборную, да, надо об этом все равно сказать. В первую очередь для того, чтобы это было именно примером для тех мальчишек, которые придут за ним, да, видите, для них, по сути, это самоцель, не только футбольный клуб, мечта любого мальчика играть за сборную своей страны, независимо от того, в каком возрасте ты находишься. Для него это все самые главные команды в его жизни, наверное, да. Я думаю, это очень знаково. Поэтому мы должны об этом говорить, мы должны всем мальчишкам, чтобы пропагандировать, популяризировать и объяснять им, что этот такой обычный мальчик, Никита Фурин, живущий в Мархе, а родители также живут в Мархе, да, скажем так, мои соседи практически, может при таком удачном течении обстоятельств, при огромном желании, если у него есть способности достичь таких футбольных, спортивных, скажем, своих вершин, пускай на определенном уровне, но мы будем надеяться, и я надеюсь, что все будет дальше, и для других мальчишек это будет большой стимул. Ну, действительно, Никита прошел большой путь, да, вот вы хорошо, отлично отметили то, что с Мархи до сборной России, вот, и футбольная, детская футбольная команда «Пульс», ну, является действительно кузницей, да, будущих талантов. Вот давайте поговорим о вашей команде, как вообще она была основана и при каких обстоятельствах. Наша команда вообще была основана при культурно-спортивном комплексе «Пульс», это у нас было бывшее здание деревянной школы, очень жалко, что оно пришло в негодность, стало аварийным и в конце концов сгорело. Там у нас был небольшой маленький зальчик, и вот в этом здании мы и занимались, по сути, вот эти ребятишки, будучи маленькими, они приходили туда. Когда дети начинают заниматься на этапе начальной подготовки, в принципе, большой зал не нужен. Все равно это основа, это движение, да, это техника, то есть обладение мячом, и вот это все там, в принципе, в этом зале мы умещались, и группа была небольшая, поэтому места там ухватало, и мне было очень удобно на таком ограниченном пространстве где-то подмечать ошибки, давать какие-то индивидуальные указания, там, вместе с ними там работать, исправлять вот то, что у нас не получается где-то, или если получается, то еще это больше шлифовать. И начали мы вот с этого клуба, и поэтому у нас идет название нашей команды оттуда же, то есть, да, что Пульс – это культурно-спортивный центр в первую очередь, потом уже у нас образовалась футбольная команда, у нас глава администрации тогда был Геннадий Александрович Савченко, он сказал, что нам нужна футбольная команда. И вот в этот клуб я пришел инструктором, и, ну, задача не стояла нам выигрывать обязательно, да, стояла задача этих самых подростков, детей, оторвать с улиц, что у нас спортивного зала в Мархе нет, не было и нет до сих пор, только есть в школах, ну, сами понимаете, это ничего не значит, да, по сути, там для молодежи он как бы не существует, и ребятишкам тоже там особо волей не позанимаешься, потому что загруженность уроками очень большая. Пока был этот зал, в принципе, что-то там у нас еще как-то получалось, сейчас его нет, и я надеюсь, что все-таки зал у нас будет, потому что вот недавно к нам Айсен Сергеевич приезжал, и он сказал, что мы, лично мне сказал Василий Викторович, спортзал вам в Мархе построим, причем не спортзал, а именно спортивную школу, то есть тренерскими ставками полностью, это будет такой спортивный центр. Я думаю, что футбол там стоит все-таки таким основным видом спорта, что Марха это уже как бренд, а ребята уже играют везде, и все уже нас знают, и смежные виды спорта, там у нас еще и дзюдоисты, и борцы, возможно, волейболисты, все как-то вот это будет в общем комплексе. И вот наша команда уже потом оттуда начала как бы развиваться, 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 и в один прекрасный момент вдруг мы поняли, как говорится, а не замахнутся ли нам на вильяма нашего Шекспира. И уже набрали маленьких детей, мальчишки маленькие начали приходить, и пришли вот первые победы именно с этими первыми детьми 2009 года, которых я набрал. Первый выпуск команды, да? Да, вот этот первый набор, который начали выигрывать. Через годик они уже дали первые плоды, мы начали побеждать здесь на первенстве города, хотя для нас это было тогда очень большое достижение. Мы мечтали выиграть там, Толя Михайлович помнит, Кубок Зари, да? Для нас это была большая мечта. Потом мы выиграли Кубок Зари, и вот это все шло вот так, вот Кубок Зари, потом первенство города, потом первенство республики, и все, и все, и все. И вот эти мальчишки, они потянули за собой других мальчишек, и вот это, как знаете, как поезд впереди идущий, потянул за собой вот эти вагоны, которые, я думаю, будут идти до сих пор, и идут до сих пор уже мальчишки маленькие приходят, и хотят быть такими же футболистами, вот как наши вот эти мальчишки старшие. Ну вот действительно, так начиналась история команды «Пульс». У нас остается немного времени. Давайте пожелаем Никите в завершении нашего эфира. Ну что, я отменяю футбольную общественность. Сказать спасибо большое родителям и тренеру, что подготовили такого ребенка для сборной России. Ну ему успеха, чтобы дорос до национальной и где-то сыграл на чемпионате мира Европы. Это будет самая вершина. Ну то есть дошел до главной команды страны. Василий Викторович. Мне, конечно, хочется пожелать Никите самое главное – здоровья. Ведь мы знаем, что футбол очень контактный вид спорта. И любая травма в таком возрасте, она может привести к таким нехорошим последствиям. Но я думаю, все будет хорошо. Желаю самое главное Никите здоровья. Естественно, прогрессировать, не останавливаться. Идти к своей цели, которую он, я думаю, достигнет. И хочу сказать огромное спасибо, конечно же, его родителям. Маме Елене, папе Дмитрию. У них, кстати, есть маленький сейчас сынишка, который ко мне начал ходить. Так что преемственность поколений, как говорится, та наша команда. Приходили старшие, потом маленькие. Продолжение следует...